По данным полиции, группа действовала в Барнауле на протяжении двух лет. Причем настолько успешно, что в последнее время им даже не приходилось рекламировать себя. Номер телефона, по которому происходила запись, передавался из уст в уста. Диспетчер принимает заказ на изготовление поддельной медицинской книжки, лично-медицинской книжки, либо продление данной лично-медицинской книжки. Изготовление новой лично-медицинской книжки обходилось примерно в 3100 рублей. Продление лично-медицинской книжки обходилось около 2600 рублей. Официально оформленные документы стоят примерно так же. Эпидемиологи говорят, медицинская книжка – это не просто формальность, а необходимость. При ее получении работника сферы услуг не только обследуют, но и учат правилам гигиены. Например, достаточно часто выявляется бактерионоситель, то есть бактериальных кишечных, носитель бактериальных кишечных инфекций. И если он работает, предположим, поваром, и малейшее несоблюдение санитарных норм и правил, не снял халат при выходе за пределы своего рабочего места, не помыл руки своевременно, он может стать источником массовых заболеваний кишечных, острых кишечных заболеваний. По факту изготовления поддельных документов полиция возбудила уголовное дело. Шестерым участникам группы грозит лишение свободы. Кстати, уголовная ответственность распространяется и на тех, кто получал фальшивые медицинские книжки, заказывая их по номеру телефона 60-80-90. По данным полиции, в день изготовители фальшивых документов принимали по 20-30 заказов. Если умножить эту цифру на два года работы фирмы, то можно считать, что в Барнауле более 12 тысяч человек работает в сфере услуг по поддельным документам, угрожая жизни и здоровью потребителей. Галина Юмашева при содействии Пресс-службы Главного управления МВД России по Алтайскому краю.